Привет, друзья! Это Егоров. Сегодня будем говорить о правилах МФЛ, революционных, которые, возможно, когда-то войдут в правила Лиги Чемпионов. Рядом со мной Дмитрий Картава, технический директор медийной футбольной лиги и, в принципе, человек, который, и вы этого не знаете, наверное, сделал очень много для медиафутбола. Например, матч Амкала с молодежкой ЦСКА, первый матч именно с профессиональной командой, организовал именно он. И я думаю, что последовавшие совмещения профессионального футбола и футбола медийного, это, в принципе, тоже твоя заслуга во многом. Ну, что ты организовал? Ты организовал ЦСКА матч, что еще? Да, мы организовали ЦСКА с Динамо, Амкал с Велесом. На самом деле, не знаю, мало ли кто знает об этом, мы договаривались о матче со Спартаком. Ну, Спартак там играл бы таким, знаешь, миксовым составом. То есть, это молодежка, это, по-моему, игроки основы какие-то, легенды клуба. Ну, как с Динамо примерно, плюс-минус. Ну, слушай, у Динамо с Динамо играл основы. С Динамо вообще была, ну, прикольная история, что, когда договорились с Динамо, вообще всю историю с Динамо, по факту, начал тренер Динамо тогда молодежки Соколинский. Потому что я, ну, я обратился к нему, к первому, и говорю, что вот есть такая-то возможность. Он говорит, слушай, давай сейчас поинтересуюсь, подумаю. Ну, он говорит, да, мы не против, тогда-то, тогда-то. Окей, и там были долгие переговоры с Ареной, с Апсаном. Почему мы это, там, не я, не Герман, мы это никуда не выдавали. А потом ты, как всегда, скинул в телегу о том, что матч этот планируется. Хотя у нас, ну, реально тяжело было с Апсаном договориться по времени матча. И потом, ну, когда вышло, просто обрушился телефон, их медиа-отдел, там, короче, что-то я генеральному директору звонил. Мы с ним общались потом. Я ему говорю, слушайте, никто там за вашей спиной ничего не делает, потому что, ну, матч еще не утвержден. Потому что, ну, если нет арены, не о чем вообще разговаривать о матче. То есть матч-ка утвердился, и потом уже все пошло. И, видимо, там, ребятам из Динамо это все понравилось. И потом крутая история получилась у ребят. А за медийным футболом ты, чтобы сразу понимать, как начал следить? Ну, слушай, наверное, через тебя. Когда ты перешел из профессионального... Любительского футбола? Ну, не, ну ты больше из профессионального футбола, потом ты полностью ушел в медиа-футбол. И я так еще подумал, блин, с чего ты, ну, как бы, такой... Ну, тогда это бы максимум нелогично выглядело, максимально нелогично. Ну, ладно, давай правила. Вот смотри, я просто открываю твою телегу, Дмитрий Картавов. Сразу первое. Чисто игровое время, два тайма по 25 минут. Это ты именно придумал? Или ты слышал об этом где-то, может, на каких-то брошюрах Wi-Fi? Wi-Fi, Wi-Fi, Wi-Fi. Понятное дело, я ничего не придумал, ну, не надо думать, что я какой-то гений или еще что-то. Есть намного умнее люди, которые и развивают футбол именно с точки зрения игры. Эту историю, да, я увидел... Мне просто попалась какая-то статья на глаза, это еще во время первого сезона. А статья где? Статья в России или статья... Ну, не, в России, в России, то есть там вот и анализ какой-то показывает, ну, такое комплексное исследование из того, как аудитория смотрит футбол. Плюс у нас турнир такой, который был, тут грех, как и пробовать различные инновации, эксперименты. То, что мы и пробуем, ну, там, с челленджем, это вообще, мне кажется, очень крутая тема, то, что Коля придумал. Потому что, ну, я вообще был против этой истории, потому что я против того, чтобы во время похода чемпионата что-то менять. А если ты помнишь, у нас челлендж там начался с середины чемпионата. И вот это, знаешь, тут вот, вот я работаю в ФНЛ, да... Это я там орал бы всех про челлендж. Вы че, пи***, блядь! И ты когда уходишь из профессионального в мир, там, медиа, где все практически разрешено, а профессионально ты четко действуешь по правилам, то тебя немного штормит и, как бы, ну, по факту это очень круто. Так вот, по поводу чистого времени, мы это хотели попробовать еще в первом сезоне. Но тогда, ну, наверное, не решились. Сейчас, как бы, ну, мы замерили, посчитали. То есть, ну, вот я засекал, мы до этого засекали, я еще раз переступил провериться. Там, залез, когда вот, на выходных на вышку, на время вашего матча с Би-Би-Ги, и, ну, тупо, там, секундометр, стоп, поехали, стоп, поехали, стоп, поехали. В итоге 27 минут, при том, что ни вара, ни выбеганий, ни голов, соответственно, ни франа, ни голов, не было. Ну, там, судья ничего не добавил, по-факу. Ну, потому что ничего не было. И, по факту, игра, ну, замен было минимум. Игра была, то есть, туда-сюда, без пауз вообще, ну, там, второй тайм. Ребята, хочу напомнить, во-первых, что здесь Дмитрий отворачивает. Ставки лучше всего делаться на Бэтбум. У нас ссылка в закрепленном комментарии. И есть на матче РПЛ прекрасная акция. Если вы ставите на одну из команд, она ведет с разницей в два мяча, то ставка автоматически засчитывается как выигрышная. Ну, и второе, пишите обязательно в комментариях, какое правило в футболе бесит вас сильнее всего, а какое вы, наоборот, хотели бы ввести. То есть, одно убрать, второе ввести. Очень интересно, что вы по этому поводу думаете. Ну, а мы дальше... А я напомню, что футболистам и всем субъектам футбола нельзя делать ставки. Это вы можете прочитать в телеграм-канале футбольной национальной лиги, которая называется Теория. Теория. Но вам всем можно, а профессиональным футболистам нельзя. Смотри, какой будет механизм. У нас мы там все запасемся рациями. У нас будет табло. Ну, вот это крутое табло, которое у нас... на поле, да, оно официально показывает, будет время. То есть, будет обратный отчет, 25 минут, обратный отчет. Человек, даже два человека специально будут на вышке, где снимается, снимают матчи. Рация, люди, кто следят за этим табло, у них свое помещение, и они постоянно, то есть, там, ну, на рации идут. Стоп, время. Да? То есть, человек останавливает время. А смысл в чем? Почему это должно привести? Мы хотим посмотреть, то есть, не просто провести галочку какую-то поставить, а потом мы попробуем провести определенные исследования, да, то есть, как это будет с точки зрения смотрибельности, вообще смотрится или нет, и вообще по времени, сколько это займет. Потом, что вообще главные действующие персонажи игры, это болельщики, это игроки, тренеры, ну, и мы, как организаторы, то есть, что мы увидим оттуда. То есть, потом, на фоне этого, мы проведем большое какое-то исследование. То есть, в будущем, ты предполагаешь, что к этому ИФА тоже должно прийти по идее? Я думаю, это... То есть, на основе как раз вот тех же матчей, то есть, будет понятно, 25 минут, 30 минут, то есть, за этим будущее, в твое мнение? Слушай, пока, явно думал, пока футбол к этому не придет, это очень резкое изменение всех долг, которые мы знаем. Мы знаем, как тяжело футбол вообще меняет какие-то правила и вводит новое что-то. Но если мир будет нестись в сторону скорости и потребления информации по-другому, понятно, что футбол уже так не вписывается. Я просто как это вижу? Допустим, идет матч, и я думаю, что будет 30 минут, ну, я думаю, чтобы там подольше все-таки поиграли. Предполагаю, что будет у ИФА, когда примет. И я думаю, что после каждой 10 минутки они могут даже включать какую-то рекламу на минуту, чтобы вот так вот было, чтобы было несколько рекламных паузов. Слушай, ну, официальные рекламные паузы есть в хоккее, есть в баскетболе, то есть, ну, коммерциализация, да, соревнованиях, ну, наверх, смотря, кто какие цели преследует. Ну, ты бы хотел, чтобы какие-то какие-то изменения были? Или ты как-то... Мне интересно посмотреть. Мне интересно посмотреть. Я не могу сказать, что... Как ты можешь сказать, да, это надо делать, если ты ни разу это не пробовал? Короче, МФЛ-ное поле экспериментов. Ну, да, да, да. А, кстати, есть какая-то реакция из РФС? Им интересно вообще, как... Слушай, пока официальной реакции нет. Неофициальной. Ну, и неофициальной тоже нет. Я связался тоже из РФС и сказал, давайте, ребята, мы эту тему еще подсветим, чтобы это и там до больших чиновников дошло, чтобы потом, может, мы инициируем вместе и то же исследование, и какой-то потом итог всего этого. Следующее. Оранжевая карточка удаления игрока на 7 минут. Такая расплывчатая тема. Во-первых, почему 7? Ну, честно, тут не будем лукавить. Это без... Ну, не было и времени, и нет задачи подойти к этому суперскрупулезно. Да, просто это, наверное, объективное время, которое должна лишиться команда игрока, чтобы почувствовать последствия. Короче, как Блиц. При оранжевой карточке желтая остается. Если у тебя первая карточка оранжевая, а потом ты еще желтая получаешь, то это красная. Это удаление. То есть это уже желтая карточка. Желтая карточка автоматически приравнивает. То есть, да, ты получаешь, и в протоколе будет записано, что у тебя будет желтая карточка точно. Второе. 7 минут это... Чистого времени. Да, потому что 9 на 5 – 45, а 7 вообще как-то не делится. Я здесь даже процентовку просто не вижу. Почему именно 7, почему не 6, почему не 5? Почему не 6? Ну, потому что, ну, на наш взгляд, это... Счастливое число, в общем. То есть, логики, ну, такой глубокий. Нет, да, честно, тупо пальцем в небо, как бы, и это еще один вопрос, на который надо ответить. Ну, просто честно, сейчас прям супер такие детали, не хочется. Когда вы думали об оранжевой карточке, можешь мне привести пример оранжевой карточке в футболе? Вы, наверное, точно смотрели какие-то повторы? Слушай, все то, что мы в первом сезоне, вы так любите пообсуждать, то, что мы любим поотправлять эти видеофрагменты от Карасева до Калины, да, чтобы они нам рассказали... Ну, приведи мне пример оранжевой карточке. Пример, то, что ты привел, он, наверное, самый правильный. Это фол Дима Тарасова на Лилюхине. Пашет, да? Пашет, да, по-моему, зовут? Все, кому мы отправляли эти видео с данным нарушением, они говорили, что это пограничный фол между желтой и красной карточкой. Честно говоря, у меня даже были мысли о том, чтобы во время желтых карточек было удаление. То есть, понятно, что там, условно, ты двоих удалил, если ты покажешь третью карточку тому из той же команды, то тот первый, кому ты показал, он возвращается на поле. Понимаешь, как вышибалок? Помнишь, когда тебя выбили, ты поймал мяч, один вернулся. Естественно, на меньшее количество времени. Ну, естественно, и фолы там были другие. Мы бы судьям дали бы рекомендации, что условно там не надо раскидывать желтое-желтое, понятно, но как бы... Ну, ты понимаешь, что при этой системе у судьи, команде, которая импонирует, вот если красную ты показываешь, допустим, вот ему нравится команда, она ему импонирует, да? Там сложнее как-то, ну, не то, чтобы помочь, а вот с оранжевой, вот этот эпизодик так, мне кажется, не так. Слушай, я не помню, напомни мне во втором сезоне прямую красную карточку. Даже Эду не покажи. Ну, то есть мы не говорим, там, вот эти драки, там, то, что было, да? Я вот сейчас вот я вот сижу и думаю, так, первое, сегодня у нас что-то было, а второе, прямая красная карточка, я лично не помню. Логично. Тайм-аут. Да. Типа играешь? Блин, мне кажется, это очень крутая тема, потому что ты тренировал, ну, тренировал когда-то реально команду? Нет. Есть моменты в игре, когда, условно, твоя команда, ну, только корабль под названием «команда» идет так, что ты вообще ничего не можешь управлять. Тренер так, по минимуму, может управлять, воздействовать во время игры. Но тут, ну, вот все, ты понимаешь, что, ну, катастрофа. И на самом деле, вот этот эксперимент, вот его, кстати, нигде в FIFA нигде не обсуждался, это мы внутри там придумали. И вот это, мне кажется, вот это очень классное правило, я не понимаю, почему его там, ну, ничего страшного, если в футболе будет пауза на минуту. И вот тебе вот эта минута. Ну, пауза на водопой же есть. Да, там, пауза на водопой, ну, как бы 45 минут большой отрезок. И реально там есть какие-то моменты, которые можно сбить тот же темп игры, да, то есть не через фолы, не через, там, такие моменты анти-файрплей, когда там люди кривляются, лежат. Это, кстати, тоже очень крутой навык, когда вот так вот сбивать темп. Вот, поэтому вот это посмотрим. Это, опять же, мы также потом будем со всеми тренерами, и разговаривать, и анализировать, какой эффект, какой итог. То есть мы попробуем все это потом перевести в какое-то заключение. Вы леталите, но здесь все понятно. То есть жребий. Вообще шикарная история. Жребий, да? Подходим. Я еще, я говорил, Коль, давай мы, может, сделаем, вот, сфалили у тебя на Дьякове, вот Дьяков должен их пробивать. Но, с другой стороны, тут есть тонкие моменты. Попадает, там, угловой, тык-пэк-шмык, блядь, попадает в руку, кто должен пробивать. Там, последний, или кто дотронулся до мяча. Ну, так, это унижение защитников, которые бьют пенальти, и которые теперь у них будет меньше возможности пробить пенальти. Ты считаешь, что это вообще справедливо? Ну, пусть подкидывается монетка, и тогда пусть исполняет человек, который лучше в этом компоненте. Почему? Не, в том-то и дело. Тут самый смысл того, что ты добавляешь случая. То есть, наоборот, в этом и смысл этого жребия и этой монетки. Что не так, что ты подкидывал монетку, ты узнал, что у тебя буллит, и ты выбираешь условно там Салама, да, который там шикарно, помнишь, исполнил буллит в игре с на спорте. То есть, ты понимаешь, что он психологически устойчив, технически оснащен, понимаешь, что делать. Давай так, давай так. Извини, что я сейчас чуть-чуть возьму твою роль. Во-первых, понравилось ли тебе, когда ты был и изнутри, и когда ты потом по-любому пересматривал. Нет, понравилось, конечно. Добавляет интереса. Ты, хорошо, с профессиональной точки зрения, вот как болельщик, как зритель футбола, нужно ли это футболу? Ну, мне интересно было бы. Ну, мне было бы интересно, если бы они жопой били с трех метров, например, или пяткой, ну, там, условно, с линией вратарской. Это, конечно, добавляет, но фактически, если мы говорим об игре на результат, то интереснее, ну, неинтереснее, я понимаю, что у меня есть пенальтист, и я знаю, что он, скорее всего, забьет. А здесь, если мы еще выход один на один, ну, как эксперимент, окей, продолжим. Это же один тур пока, или мы здесь чемпионатом даем? Нет, слушайте, я вообще не знаю, кто это придумал, что мы будем этим до финала играть, и каждый тур менять, и добавлять. Это один тур, экспериментальный тур, он так и называется, экспериментальный тур. Один тур. Ну, опять же, у нас может все полететь на первой игре. Дальше. Сюрприз. Сюрприз. Ну, это, давай так, между нами, не под запись и так далее. Ну, пока не под запись, потому что это еще там говорим. Какая была идея? Оранжевый мяч вот этот. Сначала была музыка. Диджей включает рандомно в определенный период времени музыку, и в этот период из команды забивает, и ее мяч, там, ну, условно, у два, бонусный мяч. Потом мы, когда там внутри еще общались, наши молодые там, товарищи, говорят, слушай, я был в ФИФЕ, по-моему, такая есть тема, да, или где-то еще, что там у них тоже есть. Ну, говорят, давайте мяч красный. Вот, это тоже как бы... А красный мяч это за два засчитать? Какая есть идея? Я не знаю, в итоге будет он реализован или нет. Раз за матч команда может воспользоваться этим бонусным мячом. Три минуты дается команде. Откуда ты давай сразу? Откуда три минуты, ты так же пальцем в небо. Взять можно только на своей половине поля, чтобы не было такого, что там у тебя какой-то опасный штрафной, пенальт, угловой, да, взять можно только на своей половине поля. Если вот ты взял, красный мяч, ты забиваешь его условно там через полторы минуты, все, красный мяч убирается, нормальный момент, как в хоккей, да, там забили тебе когда-то в меньшинстве и игрок возвращает. Но, если забивает противоположная команда, понимаешь, ты взял мяч, забила противоположная команда, тоже два, два, но время продолжает идти, аа, то есть, у того, кто взял, у него есть еще возможность, ну, то есть, по факту, эта команда, другая, может быть, четыре забить. Пока мы внутри себя еще не решили это, блин, но это понятное дело, что сейчас у всех свои задачи, там реально большие задачи, большие деньги, большие цели, но, наверное, не надо забывать и не надо превращать это все в такой сухой официальный футбол. Пятого может не быть. Скажу, давай так, вот этого можно сказать, скажу, что не дали сделать. конечно, не дали сделать, но, с другой стороны, я понимаю, что это был бы уже реально большой винегрет. Я вот, одно из правил, которые очень мне хочется попробовать, но это, наверное, надо делать отдельно от всего, вот прям отдельно, это upside в сторону атаки, то есть, правила upside в сторону атаки. потом я тебе скину картинку, ставишь ее, просто картинка все показывает. Сейчас как? То есть, если я атакующий игрок, да, и я, и любая моя часть находится ближе к воротам, да, то ты хочешь делать, что если хоть какая-то часть твоего тела находится на линии с защитником, то это не upside. Даже по-другому. Между мной, атакующим игроком и тобой, обороняющимся, если есть просвет какой-то, да, вот, допустим, вот мы два, там футболиста, вот так просвета нет, да, вот мы забиваем сюда, я атакующий, ты обороняющийся. Это не upside. Да. Вот если между нами просвет, ну я и говорю, если любая часть твоего тела находится соприкасается, соприкасается с тобой. Как в хоккей, когда в синем, ну ты заезжаешь, как вот с этой линии, ножка стояла. Ножка стояла. Тут то же самое. Так это логично. А? Это логично. Это прикольно. А почему у нас вообще в футболе правила в сторону защиты? Ну, это же такое было. Это сейчас, как бы мы, я когда это судим, кстати, говорил, я это в чат судим скинул нашим. Я говорю, ребят, ну вот такая есть инициатива, может попробуем типа в сторону атаки судить. Ну, не в сторону, но судить так, что вот тут просветы, они такие, а что мы по-другому разве судим? Судим. как бы шутят. А там Денис у нас, смотри, кто тоже один из судей, тоже там вот сейчас на выходных общались, тоже ему говорил. Он говорит, слушай, я когда начинал судить, в принципе, так-то и было. Когда в 99-ом он говорил, там начинал судить, то есть, ну, это правило было. И последнее. Какие еще правила, вот такие самые интересные и смешные, ты слышал или, может, знаешь о том, чтобы кто-то из топов мирового футбола говорил? Вот как Вернгенгера и еще кто-то. Многие педалируют историю с аутами-ногами. Тоже, 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 тоже. Но это футбол превратится просто в заброс постоянно. Это поменяет в корне ландшафт игры. У тебя просто будут постоянные диагонали с места с чужой штрафной. Это невозможно, да, то есть. Будут футболисты те, которые смогут от своего, от своей боковой линии добивать до чужой штрафной. Просто вся команда будет туда стягиваться и пас на 8 на 100 метров побьет. Да, чуть-чуть он покоренил, сделать крен в сторону габаритных, высоких футболистов. Слушай, ну ты сам помнишь, что, по-моему, Хави говорил о том, чтобы убирать, ну не 11 на 11, играть 10 на 10, да, плотность игры сейчас большая, очень тяжело себя проявлять. 10 на 10 у тебя больше пространства, больше маневра, да. Ну лучше, мне кажется, идеально будет 10 на 10. Тоже интересно. Интересно? Интересно. 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 Это как, ну хоккей же играет 3 на 3, да, в буллит, точнее. Ну футбол тоже играет 8 на 8, на усещённых. Нет, на усещённых, хоккей же есть. Или я имею ввиду дополнительное время? Да, вот, овертайм. Слушай, а прикинь, матч-ничью закончили на МФЛ, и просто до следующего гола остаются 5 на 5 играть. Ну там, мне кажется, так задние будут рваться у людей. ты что, там нам надо будет тогда скорую вызвать на каждый угол поля, чтобы там стоял. Ну понятно, у нас и нету этого какого дополнительного времени, но, опять же, вот это из интересного. А не было идеи, после каждого матча, как в NHL, проводить буллиты. Коротко, до первого забитого или пропущенного. Слушай, такое мы точно не рассматривали. Вот нет, сюда мы точно не рассматривали. Слушай, мы не сидим и не думаем. А, что бы там, да? Да, что бы там, знаешь, сделать так, чтобы о нас поговорили. Это, ну, в плане, просто, знаешь, так, оп, попробуем, слушай, одно, почему бы не попробовать. Короче, Димон, спасибо большое. Будем пробовать на матче. надеюсь, что до воскресенья тамачи Амкала с броками, если он в воскресенье, он помнит. Да, что это все продержится, да, пойдет в Бельскадал. Будет очень интересно, тем более, там перед этим на спорте будет играть с Родиной. Там тоже может, там подгореть. Они все сказали и СОС, и Дима Тарасов, и все, они и так, они, чуйка была, такие, ну, хоть им хочется решить по-спортивному на поле, и вот что один, что другой, знаешь, еще до того, когда они этот календарь не знали, и до того, блин, надеюсь, мы сыграем друг с другом, ну, не во время экспериментального тура, а так получилось, что, ну, как бы, но, ну, слушай, в любом случае, я не думаю, что это не меняет кардинальный футбол, вот, именно кардинальный футбол, то, что мы с тобой говорили, ауты ногами, 10 на 10, линия офсайда, это другая игра, это другая игра, 25 минут времени, чисто время, то же самое играется, да, ок, хорошо, оранжевая карточка, но я уверен, таких случаев будет, ну, единицы, ну, единицы будут, вот, даже сейчас, ну, тупо проанализировать, ну, таких даже фаллов, уже пограничных, минимум, там, либо удаление, то даже удаление, мы свои сейчас не вспомнили, тайм аут, слушай, у нас по 5 раз люди выбегают на поле, что-то судье говорят, вот эти остановки на минуту, просто вопрос того, что, хорошо, они соберутся, тренер на макете что-то типа покажет, как будто это игроки будут исполнять, все равно не будут исполнять, ну, все равно, как бы, не будут, вот, и что у нас там еще, ну, хорошо, буллиты, как бы, буллиты, либо пенальти, ну, это не меняет кардинально футбол, в общем, друзья, экспериментируйте, ищите что-то новое, интересное, был Егоров, Дмитрий Картавов, всем пока,